Валер Штилвилд. Как не стать сетевым лузером? Ч. 1. Ирина Диденко. Графика. С возрастом человек даже профессионально усваивает знаний ровно столько, сколько ему кажется интересным. Обычно этот интерес питает внутреннее направленное сверх эго, которое родителям и учителям надлежит формировать у ребенка с раннего детства. Стимулы, награды, выгоды, моральные установки должны быть умело сплетены в некий первичный базис внутреннего движения к свету. Свет многогранен и инструментарий достижения света. Это не только традиционная религия с ее каноническими постулатами, но и доведенная до автоматизма регулярная внутренняя самооценка, а не простое перещелкивание в себе неких внутренних тумблеров. Механистическое отношение к личности формирует узкофункционального биоробота, но не человека времени нового ренессанса. Человек должен задаваться целью не только сформировать эмоционально внутреннее эго, но и наладить его как музыкально-камертонные, оперируя сознательно нижними и верхними зажимами поступков, желаний, побуждения приводящих к их осуществлению или отдалению действий. Прежде любой социальной революции обычно проходят некие общественные эволюции. И, пожалуй, эта книжица, опубликованная в виде сетевых заметок в первом квартале 2012 года, как раз об этом. Начать же этот длительный разговор я хочу монологом о красках времени. Чем больше проникают интернет-технологии в нашу жизнь, тем больше они извергают из нее первичных наших ощущений, которые прежде были незаметны, скрыты. Достаются из прадедовских сундуков какие-то потаенные слова, а с ними какие-то потаенные фразы, смыслы и прибаутки. Возрождаются какие-то традиции, обычаи, о которых прежде мы старались не говорить, невинно полагая, что это повсеместно известно. Но вдруг оказывается, что конкретные традиции одной семьи, конкретные поступки одного единственного человека, да и просто одна мысль одной единственной сиюминутности уже никогда больше не повторится. Этим, наверное, и интересен мир человеческий, с тем лишь, что глобально он разношерстно неповторим. Что из этих маленьких каких-то паутинок сиюминутности можно всякий раз соткать какой-то совершенно новый рисунок. И этот рисунок, в силу того, что все мы, люди, будет нам, людям, интересен. Особенно интересно киевлянам чувствовать Киев, Одесситам, Одессу, Львовинам, Львов. Совершенно неожиданные нюансы могут встретиться там, где сегодня пытаются тоталитарным телевидением пройти нас утюгом. Пить, всем, танцевать, всем, пить снова всем, смеяться всем до такого состояния, чтобы челюсти отвисали. Потом минут пятьдесят исповеди на ТВ о том, как несчастен человек, который заставлял нас смеяться, нас на время это действительно занимает. Но когда эта исповедь ежедневна, она порой доводит нас до тошнотиков. И вот, представьте, если эдаким бредом средние повседневные люди набивают себе информационные, скажем, авуары своих маленьких душ, превращаясь в радостно-депрессивных идиотов. Они смотрят проступки дегенератов, которые публично пытаются менять себе размеры груди, вагины или ответного ей мужеского органа. И это конкретное убожество просто некий усредненный продукт, который смоделировали и запрограммировали некие нелюди. Ведь это уже не только модели для пластических хирургов, уже даже не важно, а джопы или лица, которые готовы прийти на помощь, но только за те тысячи баксовов, которые они могут с вас выкачать вместе с вашей липоксацией, либо закачав в вас ботикс, и оплатить все те тупые телепередачи, которые подведут вас к этой глупой мысли некогда легендарного Тита Тихомира. Смотри на меня, делай, как я, но дело в том, что самому мне всегда нравится Япония. Японцы в 90-е годы прошлого столетия поставили за цель воссоздать человека в каком-то виртуальном мире и занялись созданием интеллектуальных роботов. Сегодня они продвинулись настолько далеко, что роботы там танцуют, поют, качают младенцев, поднимают и подмывают стариков. У меня такое чувство, что в то время, когда японцы действительно занимались созданием полезных машин, мы занимались созданием совершенно бесполезного, отвратительного, рвотного, гадкого, безнравственного, безобразного, ничтожного, уничижительного, оскорбительного, тоталитарного, недочеловеческого телевидения. И это телевидение сегодня начинает нам мстить. Оно мстит нам в наших маршрутках, оно мстит нам в наших местах общественного питания, в наших местах пребывания на спортивных мероприятиях. И это месть повсеместно. Те хамские проявления, те полухамские ужимки, которые прежде позволялись, в дуру, сегодня отрабатывают обратный эффект. Над этим уже сейчас пора нам подумать, что следует сделать, а чтобы вы, не дай бог, не подумали, что я перемещенный извне израилит, правда, при этом уточнив, что живу я от рождения в Украине, хотя и принадлежу к почитаемым в эрецетническим евреям Ашкинозам. А в остальном, Киев, родина моя нежная. Приводим примеры из повседневной жизни во время, после и в результате ремонта нашего общего мира. Обычно перед социальной революцией происходят общественные эволюции. Эта книжка, опубликованная как сетевые заметки в первом квартале 2012 года, говорит именно об этом. Давайте начнем с монолога о влиянии интернет-технологий на наши чувства и восприятие. С развитием интернет-технологий они начинают влиять на наши первоначальные чувства, ранее скрытые и незаметные. Из давно забытых сундуков старших поколений выходят потаенные слова, фразы и смыслы, оживая традиции и обычаи, о которых мы думали, что они всем известны. Однако оказывается, что конкретные традиции одной семьи, действия одного человека и даже одиночные мгновения больше не повторяются. В этом заключается уникальность человеческого мира, который разнообразен и неповторим. Из этих мгновений формируются новые узоры. Эти узоры, будучи созданы людьми для людей, всегда вызывают интерес. Например, жители Киева чувствуют Киев, Одесситы, Одессу, Львовине, Львов. Там, где попытки тоталитарного телевидения протолкнуться через утюг, можно найти неожиданные нюансы. Петь и танцевать могут все, и смех до боли в челюстях, всем на пользу. Но когда ежедневные исповеди на телевидении делают нас тошнотворными, это вызывает раздражение. Ведь, возможно, обычные люди заполняют свои души этим информационным бредом, превращаясь в радостно-депрессивных идиотов. Они наблюдают за аморфными дегенератами, которые лишь публично меняют размеры своих телесных частей из этой аморфности. Там уже не создают полезных вещей. Люди там просто моделированы и программированы. Они стали не только объектами для пластических хирургов, но и сами стали хирургами своих душ. Они потребляют нелепые телепередачи, которые приводят к глупой идее Тита Тихомира. Делай, как я. Однако мне всегда нравилась Япония. В 90-х годах они создавали интеллектуальных роботов, которые сегодня танцуют, поют и заботятся о младенцах и стариках. Я чувствую, что, в то время, когда Япония развивала полезные машины, мы тратили время на создание бесполезного и аморфного телевидения. Это телевидение сегодня начинает мстить нам. Оно мстит везде. В маршрутках, в ресторанах, на спортивных мероприятиях. Эта месть ощущается повсеместно. Те невежливости и унижения, которые мы допускали в прошлом, сегодня наносят ответный удар. Сегодня мы должны задуматься над тем, как сделать общество более цивилизованным. Я внимательно слежу за сетевым миром, где преимущественно молодежь проводит свое время. Обычно у молодых пользователей возникают общие тенденции. Недостаток самоутверждения, недостаток уверенности, их отсутствие в реальной жизни, а также недостаточное соединение с реальностью, от которой они отключились, чтобы присоединиться к онлайн-миру, который мог бы для них стать более интересным. Возникает проблема из-за излишней сетевой демонстративности, где люди демонстрируют себя ради самих себя, и это становится важнее всего, зачастую доходя до псевдосути. Они ставят себя в центре внимания, забывая о своем настоящем «я» и мире вокруг. Это происходит под влиянием сетевых трендов и сленга. Чтобы избежать этой ловушки, необходимо сначала определить свою самоидентичность и ценности, а затем уже представлять себя в сетевом мире. В противном случае, интернет может жестко отклонить и выбросить вас как нового аутсайдера. Молодежь, однако, способна создавать новые стартапы, и это позитивное явление. Важно помнить, что в интернете мы имеем свободу выражения, но с этой свободой приходит ответственность. Мы должны грамотно использовать возможности сети для самовыражения и обмена идеями, не утрачивая связи с реальностью и ценностями нашей жизни. Что касается вопросов финансов, деньги – это маркеры, которые помогают нам оценить свой жизненный путь и возможности. Они несут в себе информацию о нашем статусе и способности правильно управлять собственными ресурсами. Используя свои деньги мудро, мы можем изменить свой жизненный путь и достичь новых высот. Однако важно помнить, что счастье не связано напрямую с количеством денег. Часто ожидания от радио и сетевых технологий могут быть преувеличены, и настоящее счастье зависит от других аспектов жизни. Нельзя забывать о внутренней гармонии и человеческих ценностях. Интернет и любовь, безусловно, предоставляют новые возможности для самовыражения и общения. Однако стоит помнить, что он также может быть поверхностным и иллюзорным, как профессиональные профорсетки невесты на телевидении. Следует сохранять баланс между онлайн-миром и реальной жизнью, чтобы не потерять настоящую сущность и ценности. Продолжение следует...